МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как в старину возникали европейские города? Если вкратце, то на месте, где исторически осили люди, возводили церковь и крепость, стены которой защищали жителей во времена нашествия врагов. Над главными воротами крепости вешали щит с гербом и девизом местного правителя барона. Всё. Название города можно было наносить на средневековые карты. Большие корабли — те же крепости, только на воде. Куда им без герба и девиза? Спустили на воду — вот тебе название, герб и девиз. Так дела обстояли, например, в Италии. «In arduis intrepida» — в трудностях невозмутим. Разрешите представить вам итальянский крейсер седьмого уровня Гориция. Гориция вступила в строй «Рейджия Марина» в декабре 1931 года. Этот корабль стал третьим из тяжёлых крейсеров типа «Зара». При благоприятных обстоятельствах он должен был успешно вести бой в составе эскадры, а также поддерживать действия лёгких сил. 8 203-мм орудий главного калибра, толщина броневого пояса 150 мм, скорость хода — 32 узла. Крейсер участвовал аж в четырёх сражениях итальянских и британских линейных сил на Средиземном море, почти три года в операциях против конвоев союзников на Мальту и по защите своих конвоев из Италии в Африку. Корабли серии типа «Зара» считались одними из лучших среди тяжёлых, так называемых «вашингтонских» крейсеров 20-30-х годов. В нашей игре крейсер «Гориция» расположился на седьмом уровне. Как и было в исторической реальности, корабль обладает мощными орудиями калибром в 203 мм с большим весом залпа. Главное отличие «Гориции» от исследуемых итальянских крейсеров — наличие гидроакустического поиска с отличными для уровня характеристиками. Обнаружение кораблей с дистанцией в 6 км и торпед с четырёх. Однако наличие гидроакустического поиска компенсируется отсутствием торпедного вооружения. Здесь у вас не получится послать противнику «привет» в виде торпедного залпа. Также стоит помнить, что если «Гориция» не использует дымы, то является довольно заметной мишенью на карте боя. Уже в первые минуты боя, оценив расклад сил на карте, стоит решить, какой тактике вы будете придерживаться. «Гориция» прекрасно подходит как для эффективной обороны, так и для нападения. Габ и отличная манёвренность позволяют кораблю успешно охотиться на эсминцы или уничтожать лёгкие крейсеры противника, после чего уходить из-под огня с использованием дымогенератора полного хода. Или же наоборот. Вы используете дымогенератор, чтобы занять удобную позицию, а затем, не боясь быть атакованным, открываете убийственный огонь по противнику. Кстати, ещё один плюс «Гориции» — его дымы перезаряжаются быстрее, чем у других итальянских крейсеров. Полубронебойные снаряды стоит использовать по легко бронированным целям, тем же эсминцам и лёгким крейсерам, а также по оконечностям и надстройкам линкоров и тяжёлых крейсеров. Ну а если крейсер подставил борт, то тут самое время жахнуть бронебойным залпом. Ну а поэкспериментировав с модернизациями корабля и навыками командира, вы, я уверен, получите в свой порт достойный корабль. Дерзайте, командиры! Субтитры создавал DimaTorzok